Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 уклонения от мобилизации. И в этом видео вы узнаете о том, какая у нас тенденция, какие приговоры выносит судебная система, какие особенности этих приговоров, каким условиям должен соответствовать человек, чтобы в отношении него вынесли соответственно обвинительный приговор в уклонении от мобилизации. И поговорим о том, что происходит с теми людьми, которые получили этот приговор. Особенно интересен, конечно же, вопрос, а что с теми людьми, которые получили условный приговор? Могут ли им дать повестку прямо в зале суда и снова призвать на службу в армию в связи с мобилизацией? Итак, за ноябрь месяц 2023 года судебная система вынесла условных 94 приговора. На реальных 25 приговоров. Причем в эти 25 входят и те приговоры, которые вынесла апелляция, которая переквалифицировала условные приговоры на реальные. 25. Оправдательных приговоров у нас только два. Причем об одном из оправдательных приговоров я рассказывал во вчерашнем видео. Ссылочка будет в описании к данному ролику. Кому интересно, посмотрите. Там такое, знаете, очень показательный приговор. Показательный в том плане, что можно увидеть, какие же у нас профессионалы есть в прокуратуре, в ТЦК и СП и в полиции. Итак, из вот этих цифр 94 условных, 25 реальных и 2 оправдательных. Что мы видим? Мы видим следующую тенденцию. Тенденцию, которая продолжается уже последние месяцы. И заключается она в том, что увеличивается процент реальных приговоров. Вот смотрите, соотношение 94 условных, 25 реальных. А мы еще помним те времена, когда выносилось в месяц 4-5 реальных приговоров и там больше сотни условных. Как мы видим, реальных становится больше. Из тех приговоров, которые реальные, то есть где люди понесут настоящее наказание, когда мы говорим о условном приговоре, мы же помним, что в этом случае человек издало суда, отправляется домой. И если он там в течение года, например, или как решит суд, не совершит нового правонарушения, то, собственно говоря, он не будет отбывать наказание. Реальный же приговор мы имеем в виду тот приговор, где человек будет отбывать настоящее наказание, реальное наказание. А данной статьей, санкцией статьи 336 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. И если мы посмотрим вот те приговоры, которые есть за ноябрь месяц, то мы увидим, что там все получили, по сути, лишение свободы в виде 3 лет, то есть на 3 года лишили свободы, только 3 человека получили лишение свободы на 1 год, то есть суд посчитал возможным им дать меньшее наказание, чем предусмотрено санкции. Это возможно, уголовный кодекс такое предусматривает. И одному человеку посчастливилось отделаться штрафом в 52 тысячи гривен. Собственно говоря, и все. То есть он отделался штрафом. Да, у него будет судимость, соответственно, он признан виновным, судимость у него есть. Все, он прошел через уголовное производство, но отделался штрафом. Это штраф уголовный, не административный. Теперь, что происходит с этими людьми? Ну, мы определились, что те, кто получил реальное наказание, они из зала суда отбудут в соответствующие учреждения, да, и это учреждения, которые призваны лишить человека свободы и будут отбывать наказание там. А те люди, которые получили условное наказание, они поедут домой. И вот здесь, конечно, очень часто ставится вопрос, мол, а эти люди, их могут снова призвать? Можно ли их мобилизовать? На сегодняшний день, в принципе, в принципе, закон, вот вы удивитесь, но не запрещает такого, не исключает такой возможности. И вполне возможно, что человек, который получил приговор там на выходе из зала суда, может получить еще одну повестку. И, соответственно, весь процесс, вот эта вся процедура запустится снова. То есть он снова, ну, скорее всего, откажется, да, потому что он уже один раз отказался. Он откажется снова, будет снова уголовное производство. И в этой ситуации уже во второй раз, скорее всего, будет, конечно, реальный приговор. Потому что получится так, ну, с точки зрения суда, что человек во время пребывания на испытательном сроке совершил новое преступление. И, соответственно, в этом случае уже будет реальный приговор. Да, и вот, я же понял, что я забыл, какой момент. Вот, каким условием должен отвечать человек, в отношении которого выносятся обвинительные приговоры. ВЛК. Вот ключевой момент здесь ВЛК. До прохождения ВЛК, до признания человека пригодным к воинской службе, суды не считают возможным признавать этих людей в уклонении от мобилизации. То есть судебная практика у нас пошла по, ну, достаточно такому, наверное, правильному пути, как мне думается, что ВЛК является тем решающим моментом, да, когда человек еще либо может быть виновен в уклонении от мобилизации, либо может быть признан невиновным. И те приговоры, которые мы видим на сегодняшний день, это те приговоры, где люди прошли ВЛК и после этого получили повестку на отправку и не явились по ней, либо явились, но сказали, что мы не пойдем служить, либо отказались от получения повестки на отправку. Но неважно, как человек потом отказался от прохождения воинской службы, да, вот это второе условие, там есть разнообразие, есть люди, которые там выпрыгивали из автомобилей, в которых их перевозили в учебные части и так далее. Но главным для всех них было что? Прохождение ВЛК. Без ВЛК нет приговора по статье 336. Это такая позиция на сегодняшний день судебной системы. Так, наверное, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, и вы найдете массу полезных видео. Также я приглашаю вас в свой Telegram канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. И я там провожу теперь отдельно для подписчиков Telegram канала стримы, в которых, ну, поскольку там подписчиков меньше, да, соответственно, больше шансов, что я отвечу на все ваши вопросы, да, потому что на стримах здесь в YouTube людей много, не успеваю отвечать. Там, в принципе, успеваю. Когда не успеваю, провожу по два подряд стрима. Вот, все, друзья, на этом все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok